Инвалид есть, а уголовного дела нет. В Беляевском районе полтора года назад произошла авария, в результате которой пострадавшая женщина оказалась инвалидом первой группы. Однако следователи до сих пор не установили виновника ДТП. По прошествии полутора лет уголовного дела так и нет. 28 ноября, не доезжая до Беляевки, произошла серьезная авария. Молодая девушка за рулем десятки сбила женщину-велосипедистку. С тех пор жизнь потерпевшей в корне изменилась. Вот моя дочка Раиса, ей было тогда в школе училась 11 лет. А вот сейчас лежит она в инвалидном кресле. 40-летняя Раиса не встает и даже не может сесть. Двигаются только руки. События полуторагодовалой давности она почти не помнит. У нее все сломаны. Справа 7 ребра, слева 9. А два ночника все сломаны. И шеи не держатся. Сломанную голову я не могу долго держать. Поэтому и сидеть больно-то не могу. Без сознания в реанимации женщина провела полтора месяца. Потом лечение в районной больнице. Итого 4 месяца. Все это время за ней ухаживала престарелая мать. А та женщина, которая сбила Раису на трассе, попросила родственников пострадавшей не обращаться в полицию. Если судимость будет, то детей в школу не берут. Как она в школу кончит, вот куда поступать, у нее там написано мать судимость. Вот она раньше думает. А я что думаю? Каждый день ее бежу. В полицию пострадавшей все же обратилась, но уголовное дело, по мнению семьи Раисы, не возбуждают намеренно. Следователи Беляевского РУВД говорят, что пока нет результатов автомобильной экспертизы, нельзя делать никаких выводов. На это у Бекмухамбетовых другое мнение. Она заплатила, везде заплатила. А если вот она сбила человека, что она ездит на машине? Прав у нее не решили. Встречаться с журналистами Марина Горина, которая сбила Раису Бекмухамбетову, отказалась. Женщина работает бухгалтером на одном из беляевских предприятий и, кстати, продолжает ездить за рулем. Теперь наказали. Так можно устроить. Почему? Потому что, а я здесь лежу, она разъезжается по всей деревне. Вопрос, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело по факту этой аварии, мы отправили начальника Оренбургского областного ВД Ефрему Романову в официальном запросе. Ответ надеемся получить в ближайшее время. Продолжение следует...